50% взрослого населения страны страдает похмельем после Нового года. Врачи объяснили, какую же дозу спиртного можно себе позволить в самую волшебную ночь. Крепкие спиртные напитки до 150 граммов, сухое вино, шампанское 200-250 и пиво всего лишь до одного литра. Естественно, смешивать нельзя. И все это человек еще должен растянуть на весь вечер. Если человек хочет все попробовать, что есть на столе, то этого делать не нужно. А если это нужно, то только маленькими декористационными рюмками в пределах 20-30 грамм. Тосты, кстати, можно говорить, не обязательно употребляя алкоголь, а можно просто запивать водой. И не под каждый тост нужно выпивать. При этом токсикологи советуют исключить экзотику с новогоднего стола. То есть есть и пить только те продукты, в которых вы уже уверены, чтобы исключить отравления и аллергические реакции. Если понимаете, что застолье будет бурным и крепким, стоит заранее подготовиться. Покушайте дома немного. Выпейте грамм 50 крепкого спиртного напитка. И настолько рекомендую всем, если будут большие возлияния, выпить таблетку аспиридную. То есть на следующий день немножко. Кстати, врачи говорят, что большинство травм новогодней праздники происходит именно в состоянии алкогольного опьянения. Если человек в компании выпил лишнего, то может быть его не надо тащить с собой на свежий воздух, потому что он себя не контролирует и в плане движений, и в плане температурных реакций. Больные, которые поступают в центр термических поражений, не отмечали холодовых ощущений и получали отморожение выступающих частей головы, ушей, носа или конечностей. Новогодние каникулы толкают нас и на другие риски – чревоугодие, сбитый режим и гиподинамия. В эти дни, конечно, мы рекомендуем проводить не у голубого экрана, а помнить о том, что прекрасная зимняя сибирская погода и все наши возможности провести на катке, на лыжне, пешая прогулка – это замечательная возможность сохранить свою физическую активность, получить дозу кислорода. Каждый должен, с моей точки зрения, относиться к Новому году как к карнавалу и не увлекаться горячительными напитками. Почаще выходить из-за стола петь, танцевать, водить хороводы. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.